Девушки отдыхают На фоне бешеного успеха группы «Тату» продюсер Иван Шаповалов начал терять хватку. Так часто бывает с голдиггерами. Новый образ жизни испортил его. Продюсер не смог пройти испытания медными трубами. Мы жестко враждовали и были по разные стороны баррикад всегда. Что бы они ни делали, это был все время конфликт. И если нужно было достичь каких-то договоренностей, то эти договоренности должны были достигаться через конфликт. Вань, ну а 30-летняя «Тату» возможная? Я думаю, нет. 30-летняя «Тату» невозможная. «Тату» возможная вот такой вот. А вы не увидите «Тату» 30-летняя. Это смерть. Из четкого бизнесмена, который приехал из провинции в столицу с горящими глазами, Иван Шаповалов превратился в нервного и необязательного человека, который постоянно отменяет встречи, спит до полудня и принимает странные решения. Одно из таких – провальное реалити-шоу «Тату в Поднебесной». Безумно уважаю Манского, я с ним не знаком, к сожалению. Передаю ему привет, если он это посмотрит. Поскольку «Тату» – это абсолютно беспрецедентный международный успех, его гениальность его привела, собственно, в съемку документального фильма про «Тату». А проект появился очень просто. Соответственно, продюсеры на канале «СТС» дали бюджет, хороший бюджет, на съемки этого шоу. И Иван его принял. Идея была в том, чтобы снять верхний этаж гостиницы «Пекин», переоборудовать его в «Лофт-студию» и записать там новый альбом группы «Тату». Параллельно планировалось снимать модный в то время формат – реалити-шоу. Постепенно мысли о том, что нужно написать альбом, терялось, и «Тату в Поднебесной» превратилось в тусовку фриков. Я там был. Это было очень странное зрелище. Потом это кто-то просто назвал наркомановским притомом в гостинице «Пекин». Официально это называлось «Продюсерский центр Ивана Шаповалова. Ищут таланты». Я увидела про конкурсы по каналу «СТС», что можно написать песню для «Тату». Я решила попробовать. Песня называется «Подружка». «Кровь на асфальте, кровь на капоте, где же врачи, что не идете?» «Это все Москва, Москва моя». «И никто не придет. Не надейся, не злись. Отдохни, не грузись. Пури стежни». «В начале проекта там еще появлялась группа «Тату». Потом они отказались там появляться, сказав, что Шаповалов, ну, продюсер Иван Шаповалов сошел с ума, там, скурился полностью». «Крыш, смешно». «Я много зачаровалась. Как в человеке, как в личности. Все хорошие люди уходят от Вани». «Как Леночка работает с таким человеком? Просто отвратительно». Атмосфера в проекте накалялась все больше. И в результате стала настолько ужасной, что группа оказалась на грани распада. Какой уж тут альбом! «Я считаю, что это классный проект, но другая честь меня считает, что позориться так не надо было». «Вечер без любви, утро без обиды, люди-инвалиды». Иван не смог записать альбом. И все это вокруг начали понимать. И Иван превратил вот это в фарс какой-то. То есть он записать не может без моей помощи. А альбом требует, рекорд-компания требует. Ну и, в общем, как слабый элемент его вщет. «Ваня живет без взгляда в будущее». «Они могут сделать второй альбом сами». «А если бы он был нормальным продюсером, он бы такого бы не сделал». «Хочешь, не орит, не хочешь, не орит». Вскоре Иван Шаповалов ушел из проекта. А руководить коллективом остался инвестор Борис Ренский. «Когда вот это шоу провалилось, я жил в Лондоне. Ко мне прилетел специально из Дос-Анджелеса Мартин. Уговорил меня вернуться и заняться написанием песен. Как раз вот я тогда встретил после годов раздуки девчонок. Вот мы все подружились, помирились опять. И, собственно, я начал писать новые песни. И как раз мы начали готовить второй альбом». А по итогам шоу «Тату в Поднебесной» был составлен сборник «Поднебесная», куда вошли песенки людей, которые присылали свои демо Шаповалову. Пожалуй, это единственный интересный итог проекта. Покинувший великий проект «Тату» продюсер Иван Шаповалов решил, что прорвался в другое измерение и нашел вечный двигатель успеха. Он снова сделал ставку на провокацию и создал проект «Нато». Певица из Челябинска Наталья Шевлякова пела на таджикском языке и была одета в черное. Ее лицо было наполовину закрыто. «Это за грань добра и зла. Это вообще не должно было случиться ни в каком страшном сне. Это вообще ужас какой-то. Это ошибка его мозга. Он же в итоге... Пип». Женщина с черным платком на лице никак не ассоциируется с певицей, которая должна поднимать настроение. Зато сам Иван Шаповалов уже долгое время находится в состоянии непроходящего блаженства. Первый концерт проекта «Нато» Иван Шаповалов решил провести в колонном зале Дома Союзов 11 сентября в третью годовщину терактов в Нью-Йорке. Называлось мероприятие «Теракт-концерт». А билеты выглядели как посадочные талоны на самолет. «Ой, 11 сентября должен был быть концерт, и он не сорвался. Он прошел, он был на улице напротив закрытых дверей колонного зала Дома Союзов. Ничего не сорвалось». Была презентация этого проекта, там бегали какие-то люди с автоматами, изображали какие-то боевые действия. Потом вышла женщина в хиджабе с поясом шахида чуть ли не и стала петь. Шаповалова начали обвинять в том, что он пропагандирует терроризм. На что он резонно отвечал, что песня на самом деле о любви, о примирении Востока и Запада. Ни о каком терроризме там речи не идет. «Учитывая, что терактов тогда боялись, и Норд-Ост еще был совсем недавно, люди как-то не склонны были относиться к этому как к арт-проекту. То есть они думали, ну, прямым текстом говорили, он что, совсем что ли с ума сошел? Понятно, что там чокнутому гению позволено больше, чем простым людям, но не настолько». «Люди, вы вздумайтесь, теракт-концерт, я бы даже на такой концерт не пошел, а что если она, ну, кто-нибудь бы там взорвался реально?» «Бойся». «А что если бы настоящие вот эти вот люди пришли бы туда, да?» «Ну, кто боится, не придет». «Его просто могли за это на улице поймать и что-то с ним сделать не то». «У-у-у-у, видишь». Иван Шаповалов захотел двинуться с проектом «На-то в Европу», но и там его креатив не поняли. Вскоре стало понятно, что «Тату» останется единственным успешным проектом продюсера. Мир оказался не готов быть шокированным до бесконечности. «Это, конечно, гораздо более скромное достижение Вани Шаповалова, чем группа «Тату», потому что лесбиянки всегда интереснее, чем шахидки. По-любому». Еще один осколок группы «Тату» – Елена Кипер! Елена Кипер написала текст «Я сошла с ума, мне нужна она». Она это написала в каком-то бреду в больнице, что-то у нее там грипп какой-то был или там еще что-то. Она говорит, ей снилось «Тутта Ларсен», это ведущая МТВ тогдашняя. И вот она с этой «Туттой» целовалась во сне, встала в бреду, в холодном поту и такая «Я сошла с ума, мне нужна она». «Мы все были больны». «Совершенно серьезно». Она тоже ушла после скандальной «Поднебесной», подала на Шаповалова в суд и основала свой музыкальный проект уже с собой в главной роли. «Ничья» — это дуэт Елены Кипер и приглашенного вокалиста Олега Борщевского. Первый клип назывался, как и группа, «Ничья». Проект чем-то напоминал микс дуэта «Непара» с саундом группы «Тату». Многие воспринимали это как творческий ответ Шаповалову. На самом же деле песня была написана для «Тату», просто в какой-то момент Елена поняла, что не задержится в коллективе долго и оставила песню себе. Кстати, изначально она называлась «Ты сошел с ума». Елена Кипер сделала ставку буквально на ничью, и результат получился соответствующий. Нельзя сказать, что проект имел большой успех. «Лучше трогать и не врать, или врать себе и врать, чтоб кончать и кончать». «Ну, что делать? Страсти, страсти в нас, да, побеждают разум». На радио песню отказывались брать из-за «Неформата», и дуэт стал называть себя альтернативным попом. «Я тебя никогда не забуду». «Я тебя никому не отдам, никому никогда, никому никогда обещаю». У группы был еще один сингл «Никому никогда» с цитатой из «Юнона и Авось». А дальше творчество Елены Кипер сошло на нет. Видимо, кончились песни, написанные для тату. «Я тебя не спасти, если можешь, прости, если можешь, прощаю, 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 прощаю!» «Ё-моё!»